и так значит вот такая вот трава control n еще раз вытянем включим edit и значит какой вопрос есть у нас вот такое поле вот такая трава ставим там спас уменьшаем и попробуем все это дело как-нибудь до оформить так я чуть-чуть и растяну и теперь control как-нибудь тут все это дело компонуем ну так чтобы было веселее интереснее да так все это дело перебираем подгоняем вытягиваем и делаем такую дорожку так таких дорожек можно делать несколько да но нам нужно именно дорожку чтобы попала по размеру так по размеру к чему по размеру именно к нашей локации значит через control все это дело зажимаем где-то вытягиваем можно чуть прорехи ставить побольше словом вот такая дорожка лучше 15000 полигонов до принципе но я думаю такой дорожки должно хватить возможно ее можно делать еще поменьше ну давайте вот раз еще одну добавим 17000 полигонов смотрим что да как вроде бы дорожка как она смотрится кучно да можно еще поменьше сделать полигонов допустим на 10000 но это да будет крупная ну давайте вот эту пока сделаем и ее как бы закончим вот так вот все вот такая у нас получилась дорожка потом мы можем эту дорожку соединять компоновать там перекручивать докручивать но она нам нужно именно пока в таком виде так что сделаем переключимся на материал значит белый поставим на покраску и будем красить именно по низким полигонам посмотрим что получится так значит убираем зеленый цвет и ставим какой-нибудь светлый кисточку побольше и однотонно это все дело закрашиваем чтобы у нас не осталось белых значит полигона так теперь кисточку делаем поменьше выбираем цвет теперь где-то потемнее и где-то значит интенсивность тоже поменьше так трав сайс чуть-чуть побольше и вот так вот хаотично это все дело где-то пятнами закрашиваем так где-то по низам можно дать чуть-чуть потемнее по нижним полигонам вот так вот так теперь выбираем какой-нибудь серый цвет такой вот коричневатый да ну чтоб трава где-то была как бы подвяленная не может же она прям такая быть 6 дед вся зеленая прям яркая тем более в полях и значит еще зеленый цвет чуть потемнее выбираем сейчас кто-то скажет это это можно было сделать также кого это колорампом значит в этом в блендер нодами да ну все можно но мне здесь комфортнее вот именно если что-то красить здесь покраска лучше принципе как сказать приятнее да ничего у меня тут не виснет вот так то вот такая получилась трава так теперь 17000 полигонов и здесь развернет только в путь значит что делаем юви мастер делаем вот он клон он в рэп вы видите что нормально тут много полигрупп и значит развертка видит как это быстрее дело все значит развернуть так раз все бунс должно закончиться закончилась все теперь значит копии выбираем цвет за плагины паст ювес находим что у нас текстуры мэп крит new from polypaint клон делаем развертку текстура флип в переворачиваем ее значит для нашего блендера экспорт на рабочий стол формат png чтоб меньше весел так сохраняем ну текстуру смысле нормалку делать не надо потому что тут в принципе детали нет и значит подразделений тоже нет и экспортируем нашу вот эту траву так это крас 223 или давайте 22 экспортируем получается значит вот такая штука у нас погнали теле блендер и так есть вот такой персонаж и он должен двигаться по траве если добавлять частицами значит траву это сильно весит потом если добавлять физику для анимации это тоже ресурс сжирает но хочется сделать допустим простенький мульфин ну давайте сюда тогда файл импортируем формату биджей находим где у нас вот это вот 22 ops наша трава так что у нас тут с травой с куда она убежала а ну ка так 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 длить смотрим еще раз файл не тот файл наверно жал так ну вот град 22 это 220 да так единицы нам поди семерка на нам поди вот куда наш поднялась не вопрос нашлась опустим так вот трава опускаем бац и вот у нас уже персонаж идет по траве если нам такая большая не нужна то мы делаем с уменьшаем ее приподнимаем чуть повыше вот где то можно ее допустим сплюснуть вот сделать еще поменьше вот так оп ну чтобы не уменьшать прям сильно и вот он идет вроде вот по таким вот по такой вот траве так ну пока нам понадобится ctrl z ctrl z трава большая если нам понадобилась большая трава то в принципе что можно S ее увеличить опять же с какого ракурса будет смотреться ну вот такая трава большая тоже неплохо выглядит смотрим как это дело ну симпатично что там говорить и весит все это дело 37000 полигонов вот вся сцена 37000 полигонов ну это вообще ну считай ни о чем так же так теперь что мы делаем делаем shift D и создаем какую-то локацию смотрите если здесь рядом у нас вот эта полоска будет сниматься ну как весь вид будет на нее то тогда эту можно ну растянуть вот так вот таким вот образом и сбоку видите вид у нее тоже симпатюшный вот если на нее не акцентрировать внимание то вот выбираем только вот этот ракурс допустим и все будет нормально семерка на нампаде можем это дело значит чуть-чуть сплюснуть ну чтоб не так растянуто было или растянуть даже чтобы одинаково было вот эту вот часть вот делаем допустим shift D и допустим вот раз ее shift D тоже где-то ее уводим 60 так это сколько 62 тысячи полигонов вот сейчас у нас вот это вот вся конструкция 62 тысячи полигонов так это у нас значит дорожка вот такая если сделать вот оставляем вот этот квадрат и смотрите еще что можно сделать делаем вот такой вот квадрат так отодвигаем его в бок у нас получается где-то вот такая текстура вот shift A mesh план добавляем S английская черный фон подгадываем это дело под нашу траву подводим подгадываем и где-то возможно сделаем фон да делаем новый фон это будет у нас черный цвет опускаем прям до пределов черный и получилась у нас вот такая заготовка для текстурки для заднего фона все это дело мы делаем или с камеры сделаем рендер или делаем как я вот скриншот вот таким вот образом так скриншот можно делать даже на весь квадрат чтобы захватить вот эти вот наши значит боковинки не суть вопроса делаем скриншот вот все нормально теперь значит этот план пока удаляем а вот это все дело выбираем и подводим к нашему персонажу все вот здесь вот будет идти наш персонаж так задний фон добавляем add image plan находим значит скриншот нашего вот этого действия делаем ему с подгадываем под размер наших вот этих заготовок так вот раз вот сюда ее подводим так теперь можно здесь ее так вот растягивать перекручивать допустим там делать разный вид ну факт в чем что можно еще вот оп чуть повыше приподнять так у нас присутствует черный фон нам нужно его убрать как это сделать заходим значит шипки так шейдинг пардонки не шипки шейдинги оттягиваем здесь у нас получается вот такая вот текстурка по прошлым роликом применяем значит информацию которая уже есть и которая нам может значит в чем-то помочь добавляем эмиссию добавляем transparent bsdf добавляем mix так mix shader для перемешивания и добавляем base color а color ramp пардонки color ramp подключаем значит эту к этой штуке значит эмиссию на шейдинг transparent на шейдинг color ramp на фак шейдинг на surface и значит color подключаем color ramp так смотрим что у нас получилось вот такая вот связочка значит что у нас есть нам нужно теперь поменять белый цвет на черный а черный цвет поменять на белый ползунок теперь значит что у нас получается к белому цвету тянем черный ползунок и у нас трава становится таким же цветом вот такая штука вот смотрим что у нас сейчас получится вот такая штукенца в принципе на дальнем плане трава есть можно вот этот план вот этот вот эту траву еще как-то туда подальше дооформить можно сделать поменьше значит полигонов но такую побольше кусты и туда куда-нибудь растянуть чтобы они где-то там хотя бы вот как вылазили да создавали какую-то рельефность вдали так семерка на нам паре теперь значит нам у нас есть эта картинка вот это делаем shift D видите можно ее прям гонять сюда shift D тоже подгоняем сюда также смотрите это если на ровную поверхность вот это как добавляем на ровную поверхность то таким образом если у вас поверхность какая-то кривоватая допустим вам нужно этот полигон будет где-то изгибать под какой-нибудь холм там или еще что-то чтобы не делать маленькими потом вот этими квадратиками там не облепливать этот холм добавляем значит меш добавляем план делаем ему вот S с семеркой на нампаде поднимаем план заходим в edit mode правая кнопка мыши sub-dividing все это дело и смотрим так как растут у нас полигоны а полигоны у нас прям растут ну делаем поменьше вот этого в принципе должно хватить если чуть-чуть полигоны где-то вдавливать там еще что-то рельефность можно значит смоделировать и будет все нормально так что еще значит теперь семерка на нампаде добавляем сюда новую добавляем теперь так иметь текстуру сюда или добавляем все это дело значит в шейдинге так выбираем наш этот план и копируем всю вот эту штуку правая кнопка мыши копий заходим теперь на наш план вот это делаем ctrl v а вот это значит удаляем и удаляем вот эту текстуру в принципе текстура одна и та же будет так g подставляем ее сюда а эту тогда тоже о ctrl z пардоньте вот эту вот штуку не удаляем а подводим сюда потому что я ту не копировал ну и тут все по новой этако подключаем так делаем open находим опять же нашу вот эту картинку вот так тут теперь у нас задний черный фон теперь смотрим что можно сделать так если мы белую подводим сюда то это все дело чернее так что у нас тут с фоном тан-тан-тан выбираем значит настройки материала и ставим альфа-бленд во только теперь мы можем вот эти все полигоны значит вершинки тянуть и делать какие-то возвышенности рельефы а не чистое поле и вот в таком вот виде смотрите здесь будет происходить анимация а там у нас просто будет как бы задний фон если мы берем крупным планом вот таким то в принципе если вот так все отключить вот то крупный план тоже будет как говорится неплохой за исключением что возможно придется выбрать какой-нибудь этот значит полигон не полигон вот эту траву сделать shift D и куда-нибудь все таки поставить да будет чуть больше теперь ну 62 тысячи а так 115 рисов в принципе еще немного да в принципе с этим еще можно работать за исключением если значит симуляция анимация здесь вот можно растянуть это все дело опустить пониже и чуть-чуть чтобы где-то что-то там ну вылазило да смотрим чтобы создавалась какая-то какая-никакая а рельефность вот раз вот видите даже можно сделать редкую такую такой квадрат с редкой значит травой и просто подставлять как будто она где-то там вылазит чтобы ну видите создавала какую-то плотность какую-то рельефность можно также с этого плана сделать вот с этой картинки рельефную но это уже с помощью модификаторов и там уже будет другая история если кому-то интересно и это дело можно будет разобрать но мне больше нравится значит вот таким вот вариантом сейчас вы скажете ну ты же все равно туда подставил вот эту штуку зачем тогда полигон вот это ну можно его удалить а эти использовать тогда на дальнем плане вот тогда этот можно сделать еще побольше прям с вот так и отвести его куда-нибудь вдаль вот таким вот образом чуть ниже подсадить где-то вывести ну вот видите чтобы что-то лишнее не торчало это уже он большеватый тут его можно чуть сплюснуть и в принципе можно использовать видите и большие полигоны они тоже неплохо так будет выглядеть вдали так что выбираем какой вариант ну сверху это конечно будет некрасиво но если нам нужно сделать вот такой прямой фон видите ну крупновато что там говорить а если делать поменьше то этих полигонов будет очень много и возможно превысит тот лимит значит тот лимит полигонов которые хотелось бы использовать ну как по минимуму да ну вот такой вот вариант так это дело рассмотрели семерка на нампаде шеф д допустим вот подставляем можно его перекручивать ромбом квадратом там он тут ничего не весит вот за исключением того полигона который ну вот вот этого полигона подразделенного который можно значит менять его форму и допустим вот так шеф д там ну опять же привязываемся к чему к локации чтобы локация сама поведет как лучше сделать ну вот когда наложение происходит вроде бы там уже кучно что-то кажется вот так вот ну а вообще квадрат квадрат нужно делать вот где он будет ехать прям более-менее такой широкий чтобы у нас камера этот квадрат прям хорошо видела так ну словом вот такая штукенция так 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 перейдем теперь значит к анимации здесь вот у нас первый кадр там еще какой-то и я хочу сделать так чтобы вот где идет осел там у меня шевелилась трава без всяких симуляций да заходим значит выбираем вот эту дорожку вот эту и вот ее будем анимировать заходим значит в шипкеи добавляем шипкеи и пишем вот здесь вот это будет первый шипкеи все кей 1 так ставим ползунок впритык до единички заходим скульпмод так ф английская ставим кисточку побольше так и меняем тут рельефность вот допустим где идет осел трава должна как бы ну не к ногам там прилегать да как бы от ног отталкиваться где-то вниз прижиматься и это дело можно потихоньку посидеть и поподелать конечно симуляция она и быстрее бы была но как говорится иен то можно сделать так а вот здесь у нас английская F ну где-то что-то можно шифтом сгладить чтобы это дело как бы исчезло так прописываем понемножку так и ставим на десятый кадр так здесь на десятом кадре так вот у меня с этим делом что-то как бы тяжеловато так значит что меняем вот эту штуку шептей шептей так до конца его ставим это что как его переименовываем это будет значит десятый кадр ну чтоб не путаться да так на десятом кадре мы тоже тут крутим вертим так я вот это уже отключу их не квадратики вот эти так F побольше так вот осел где идет и трава как бы то в одну сторону отходит то в другую да где-то возможно прижимается ну и чтоб от ног как бы отталкивалась тоже чтобы сквозь осла там не проходила вот раз там в серединку попадает вот осел сейчас будет идти чтобы как бы вот эта трава под ногой его потом прижалась ну вот так да потом здесь вот эта трава отойдет когда он подъедет поближе так это тоже прописываем так следующий кадр у нас двадцатый создаем двадцатый шипкий так что такое это у нас будет двадцатый шипкий так на двадцатом шипке смотрим тоже внимательно где он тут идет оп от ноги трава как бы отдаляется смотрим чтобы красиво значит это да оформить вот вперед вот ноги толкает значит осел у нас траву так какая-то трава вот тоже растет мы ее как бы пригибаем под ним трава которая есть она проходит как бы под ним тоже ну и опять же не забываем боковой ракурс если сбоку будем снимать тоже чтобы ну не сильно тут все так как бы уходило да шевеление создадим все вот вот таким вот образом как раз и пропишем двадцатый кадр так смотрим что получилось так с нулевого он начинает идти и так оп значит первый кадр посередине где-то заканчивается движение возвращается назад ну так допустим на середину ставится потом оп он идет перед ним трава возвращается как бы назад потом следом значит посередине на четырнадцатом на пятнадцатом кадре десятый кадр чуть-чуть тоже наполовину выходит и потом перед конечным он значит как бы возвращается назад там уже больше меньше сами регулируйте так следом тридцатый кадр также анимируем ну и до какого надо допустим сколько секунд нам надо сколько будет вот этих вот всяких прижиманий всяких дел так и смотрим что получилось вот есть у нас осел так как бы это показать чтобы минимум текстур так вот у нас есть осел вот он идет и вы видите что трола за ним оп движется так потом можно еще один шипкейс создать который будет где-то корректировки делать прямо написать корректир один корректир два ну а тут немного допустим ну сто кадров да где-то меньше где-то больше это уже значит его проход под анимацию делаем так что еще смотрим ну опять же при настройке света тоже это будет красиво выглядеть так тридцатый кадр можем делать через два кадра допустим вот сороковой добавляем еще шипкей допустим вот четвертый ставим до конца пишем ноль и вот меняем где-то тридцатый и сороковой разом ну вот эту вот полосу так раз так это вперед чуть траву когда он едет у него трава как бы должна вперед идти правильно ну вот раз и чтобы минимум было там под ним чтобы через из ишака что-то там трава через него сквозь проходила тоже не интересно будет так ну вот как бы так бы да грубовастенько но это значит такая система которую нужно еще будет корректировать и смотреть что тут не так так сороковой кадр вот и смотрите вот он едет оп ставим допустим двадцать шестой уменьшаем этот кадр где-то двести шестьдесят один делаем прописку и просто один кадр углиняем по ходу всего действия вот вы видите создалась значит анимация это секунда ну почти секунда да один и восемь там сколько ноль восемь секунды и вот у нас вот такое вот движение значит травы надеюсь вам видно вот раз осел идет оп вот здесь уже что можно сделать побольше допустим прибрать вот оп так или вот сюда поставить еще двадцатый предыдущий ну чуть-чуть понизить оп ну двумя можно кадрами это дело все играть туда-сюда их двигать и будет вот движение ну чем вам не анимация да для мультфильма я думаю не столько важно симуляция вот такая получается идея сзади будет фон потом тут будут еще какие-то кусты и в принципе не столько акцент будет на то что трава движется сколько она должна хотя бы чуть-чуть двигаться как она там будет двигаться правильно анатомичность ну как симметрично там или нет решать вам но главное чтобы под разный ракурс можно было это дело все красиво снять раз 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 и вот у нас пошел и шаг так смотрим как это вот еще окрас вот этот может зеленый плоховато видно да так ну как бы вам показать чтобы увидели ну на рендере это будет я думаю нормально вот раз видите что поп 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 он идет и там что-то прижимает толкает вот прижим идет вот такая штука итак давайте еще один вариант рассмотрим так получается что так на открываем новый вариант это осел путь добавляем shift а мэш добавляем план так теперь значит план этот можно растянуть получается вот такая вот штука так следом что нам нужно сделать нам нужно добавить траву импорт fbx находим где трава вот такая трава появляется уводим ее назад теперь следом выбираем наш полигон заходим находим партиклы систем хайер переключаемся на advanced здесь пока ничего не трогаем на рендере ставим object переключаемся мотаем вниз переключаемся на instant жмем на object жмем object rotation и переключаемся на ротацию на ротацию по иксу у кого ну у кого как будет у меня должно быть по иксу так теперь делаем скайл размер допустим вот у нас появляется тут можно рандомность добавить там где-то выше трава где-то ниже чтоб симпатюшно было теперь на эту траву вот на эту траву добавляем физику ставим на нее rigidbody это будет актив ставим анимацию canvas hole ставим mesh ставим ну так base ну пока все теперь раз идет у нас и шаг то выбираем нашего и шага выбираем ему коллизию и выбираем rigidbody перекатываемся вниз это будет past так это то актив а это host ну как пассив пассив вот ставим анимацию тоже canvas можно deform base ну и в принципе все смотрим что происходит ни шиша не происходит а почему потому что вот на эту штуку в партиклах систем надо поставить higher dynamic так пусть пока пятиха так что тут у нас есть обжиг газ все это дело выставлено в принципе все нормально 4 метра там 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 количество тысяча не надо давайте поставим 500 даже можно а ну-ка 400 смотрим какой у нее внешний вид в принципе нормально 400 все вроде бы немного смотрим что происходит прогоняем все это делаем ставим чтоб поменьше было давайте 70 кадров и вы видите что идет наш персонаж а за ним развивается вот эта крова вот вот смотрим еще вот видите что ну вроде бы прошел да вроде бы движение так ну такая штука но представьте если вот вот этого всего будет больше видите здесь 55 тысяч уже а у нас только вот у меня такой участок если я поставлю тут 200 также остается 55 тысяч 283 ну трава редкая такая тут внизу можно землю поставить но текстуру значит земли ну получается вот такая штука вот раз осел идет и трава как бы движется вот такая штукенция ну при анимации в принципе для мультфильма я думаю такого варианта достаточно ну а насколько он будет загружать значит вот это все дело я не знаю и получается что чтобы нормально там все валялось там еще что то ну давайте попробуем сохранить этот файл файл сейфас куда-нибудь на рабочий стол смотрим как он теперь после сохранения будет действовать точно так же и значит говорят что если тут под какие-то сферы шары вмяты чтоб делать тут надо прям побольше ставить вот этих всех подразделений улучшений там еще что то да так получается где тут я по дисплей можно добавить вот этому кустику значит выйдет мод снимаем маску добавляем вертик с группы значит ставим на рентген ставим вот низ выбираем можно даже его побольше выбрать поставить поменьше позицию и сижим нажимаем потом делаем control и и прибавляем вот эту позицию делаем и сижим не знаю как это дело все тут работает но это как по роликам да и тогда вот этой штуки вот этой нашей траве добавляем физику так где у нас физика добавляем к лодх и у меня все начинает вот это как они показывают в роликах у меня начинает все это дело улетать ставим если даже побольше килограммов ну в принципе это так у латыша так ну если коллизию поставить а ну-ка так и попробовать значит на партиклы выбрать вот эту штуку найти так viaport display higher vertex группы так здесь они у меня не высвечиваются fix этот антенн viaport display extra так куда их поставить так а ну-ка пробуем на эту как на клодх давайте попробуем добавить группу что-то тут нажмем dynamic mesh и вот вниз видите вроде полигруппа держит что-то там трепыхается а ну-ка создается какое-то движение вот он начинает падать ну то же самое так если еще попробовать так это клодх ладно теперь выберем нашу вот эту партиклу потом зайдем куда нам занесет деформацию а ну-ка посмотрим как это дело работает с деформацией ну в принципе в моем случае ничего тут не меняется так теперь что еще можно так находим партиклы систем и находим вот эту функцию страд тур и ставим побольше килограмм как-то один раз я поставил меня прям сзади прореха появилась как вот исчезает да так давайте попробуем теперь вот на этот куст отключить вот этот клодх и просто будем с этим делом тут нажиматься вот если больше ставить здесь килограмм по идее за ним должна такая тропа остаться вот видите она остается да ставим если еще побольше давайте попробуем вот раз вроде бы он едет но они видите воскресают тут нужно тогда погашение значит смерть вот этих частиц поставить я это дело не знаю где так получается что значит если здесь мы прибавили то это уберем видите они сзади воскресают так а ну-ка эту в ноли в принципе неплохо можно и такой вариант использовать ну так а ну-ка рандомность до конца вот это что такое нет все воскресает назад появляется это быстрее стало появляться не есть гуд с этим убираем здесь ставим допустим три тысячи ну можно и так использовать раз вот он пронесся и там хоп 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 по мутяшному вроде да там крова зашевелилась и восстановилась ну вот какой вариант вам выбрать здесь вот еще нужно как они говорят вот эту вот эти все частицы зайти значит в модификаторы потом их вот это значит apply применить и вот когда применяется этот apply эта штука значит исчезает на make instance все это дело прогоняем значит потом все это значит apply применяем потом делается вот этот рендер или как он там здесь рендерить ну не сказано об этом если кто-то знает как вот эта штукенция работает полностью сколько роликов переглядел короче ну там такая шняга что-то шарик куда-то что-то применяет а вот именно на таких персонажах чтобы вот именно от лошади там вмятость была или там допустим лошадь падает я пробовал чтобы она значит как бы сдуло это дело не получается мне проще лошадь пустить по своей траве и эту траву в медь там где она будет валяться и заставить ее колыхаться ну как вот таким вот вариантом так что многое что показывает блендер вы видите как оно работает и я в принципе нажимаю все что по роликам показываю в одном ролике о чем-то он не сказал автор потом другом я уловил что нужно сделать еще вот так потом нужно на полигоны на этот куст поставить короче ну там шиздец я даже заморачиваться не хочу времени меньше уходит придумать свои вариации вот этого действа тем более если мультипликационно там без разницы можно их просто заставить мотыляться за счет чего смотрите так включаем эту штуку и раз у нас вот эта штука влияет вон на те штуки так где она тут так почему она не влияет потому что я поменял оси да а не пардонте я применил партикулы так партикулы нам не надо проверяем значит р видите я могу этим кустом управлять всей травой вот так и получается как какой еще вариант можно сделать если сделать две полосы и два разных куста то один куст можно поворачивать в эту сторону а другой куст поворачивать в эту сторону анимировать и получается два куста разойдутся как раз там где проедет наш персонаж и будет вмятость вот такая вот еще идея надеюсь вы это дело поняли да давайте это дело тоже рассмотрим значит это будет одна полоса так с этим делом уже значит гейм овер так ну давайте вот это все дела как бы отменим да так вот этот полигон мы выберем мы его сузим ну пусть будет вот такой мы его передвинем сюда вот так вот так и сделаем допустим shift d один полигон поставим сюда потом эту траву shift d дублируем сюда а эту траву переносим допустим сюда и получается grass 3 grass 3 0 0 1 можно поменять им название значит на эту штуку мы ставим партикулы ставим higher ставим то же самое так патч ставим object на object ставим один куст вот этот так здесь ставим object rotation потом ставим ротацию где она у нас тут render эмиссия так где у нас ротация а вот еще то адаптив включить ну вот будет короче higher да так и получается мы на него ставим по иксу потом тот выбираем полигон ставим партиквы опять же higher адаптив опять же rotation значит этот будет так глобально по иксу потом здесь будет object потом здесь будет тот куст так и тут опять же object rotation вот получилось так у нас такая штука здесь ставим 200 так а здесь ставим ну тоже 200 ну в принципе вот как дорожка да так размер ну пусть будет этот скайл побольше и тот скайл побольше так и вот этот скайл тогда еще побольше его так ставим смотрим что тут да как тут ставим higher ставим потом на этот тоже higher включаем и значит что получается вот они идут и видите у нас вот эта полоса с этой стороны и с этой трепыхается ну в принципе нормально ставим на первый кадр попробуем все это дело заанимировать значит это r пишем и log rot локация ротация так и вот этот значит тоже это локация локация это потом где то на двадцатом кадре и эта штука значит r и эта штука r две их убираем прописан и вот они начали двигаться и у нас анимируются трава все по простому без нагрузки да shift d сюда мы это дело передвигаем и получается вот идет наш персонаж вот идет анимация трава колышется если этого недостаточно ну можно еще тройка на нампаде эту траву сюда где тут как эту траву сюда можно их в разные стороны можно гнуть их как хотите прописываем так вот две выбираем через левую кнопку мышку shift и прописываем и вот раз там где-то ветер хоп даванул опа не мотыльнули вот такая штукенция за резкостью тоже за покадровка смотрим чтобы мягко все это дело происходило вот по мультяшному короче раз он идет того и еще ну шибкие здесь уже будет проблематично добавить потому что значит шибкие скульп скульп ноги вот эти исчезают только их значит запекать так ну вот такие варианты значит сделать крову но вот этот вариант будет по моему тяжелее вот представьте если сейчас но вот это все я не знаю сможет копироваться а ну-ка shift д нет видите они копируются а ну-ка 7 на нампаде g shift д д этом туда где-то что-то подставлять увидите что это очень будет многовато сколько там вот уже день а ну-ка сколько могут 4 сейчас посмотрим короче это не разбираюсь как она тут показывает показывают как будто вообще не растет сейчас посмотрим а ну-ка как будет наш персонаж двигаться вот видите уже нашему персонажу тяжеловато ну персонажа тяжеловато а значит что тут еще о все видите уже у меня начинает тупить как-то немного если значит хороший компьютер то это еще он вытянет для ноутбука у меня по моему это многовато опять же видите он идет где наш персонаж моя высоко поднял и осел в принципе столкновение у него стоит а вы видите что трава вот это она сквозь него проходит и в принципе не интересный этот вариант тоже этот вариант подойдет для локации если показать значит долину полностью в траве полностью пустить вот это частицы чтобы там 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 где-то была кровушка на так пиговато для красоты для общего зрения глаза то так ну такая штука но там сцена сама выберет какой вариант лучше на этом все всем пока до свидания